Кризис доверия Кризис заключается в том, что мы больше не можем считать этих людей заслуживающими того доверия, которое мы имели к этим людям до сих пор. Но почему вдруг этот кризис возник? Чем он бывает вызван? В прошлой программе я в качестве примера упомянул своих друзей, переживающих сейчас такой кризис в связи с тем, что их духовный лидер после выхода на пенсию и сложения с себя всех полномочий перешел из протестантизма в католичество. То есть человек не оставил веру в Бога и в Мессии Ишуа, но радикально пересмотрел свое богословие. Его бывшие последователи сравнивают этот шаг с уходом отца в другую семью, конечно, другую духовную семью, а не от жены к другой женщине. Ситуация очень необычная, но кризис, вызванный ей от этой необычности, ничуть не меньше. Ведь это выглядит как потеря духовного отца. В других случаях кризис может быть вызван аморальным поведением, например, уходом в другую семью в буквальном смысле этого слова, а не переносным или злоупотреблением властью, нечестностью в финансовых вопросах и так далее. Бывает и так, что вождь ничего такого не делает, а меняемся мы сами. Некоторые из нас со временем взрослеют, то есть набираются мужества честно признаться себе в том, что имидж нашего вождя, с которым мы жили до сих пор, явно не соответствует реальности. Есть расхождение. То есть этот человек далеко не такой идеальный, каким нам хотелось бы его видеть и каким мы его себе рисовали. И нам трудно продолжать думать о нем столь однозначно положительно, как мы думали до сих пор. Мы начинаем понимать, что наше отношение к этому человеку было несбалансированным, но возникает вопрос, а как сбалансировать его, не уйдя в такие крайности, как неуважение к нему вообще, как к человеку, созданному по образу и подобию Божьему, или как не перестать уважать его труд, его положение, в конце концов даже прошлые заслуги, и уж совсем упаси Боже, как не начать просто недолюбливать его, как не скатиться в нелюбовь или в откровенную ненависть, как избежать всех этих ловушек. Найти золотую середину бывает не так просто, потому что говорим мы о ситуациях, затрагивающих в нас очень глубокие эмоции, потому что мы говорим о доверии тому, кого в том или ином смысле мы считаем или считались своим отцом. Там, где в игру вступают эмоции, здравому смыслу и Святому Духу достучаться до нас бывает очень нелегко, а то и просто тяжело. Но, тем не менее, мы должны прийти, мне кажется, обязательно должны прийти к здравому видению этой ситуации и к правильному разрешению этого кризиса. И основой для такого разрешения, по-моему, является понимание заповеди «почитай отца твоего и мать твою», о которой мы начали говорить в прошлой программе. Но что значит «почитай»? Значит просто «уважай». Да, я думаю, имеется в виду уважение, но, как мы уже сказали, заповедь – это абсолютное. То есть уважение – это не за поступки, а за статус. Поступки могут быть разные. Сегодня они могут быть хорошие, завтра они могут быть плохие, как у всех у нас, так и у наших родителей. Но родительский статус, он однажды, будучи приобретенным, остается у наших родителей. Они стали родителями, и они остаются нашими родителями на всю жизнь. Нашу земную и их земную. Так, соответственно, и почтение к родителям, как мне кажется, оно должно быть всегда по этой причине. Конечно же, хороших родителей уважать легче. Мы благодарны им, во-первых. А во-вторых, в нашей демократической культуре выделять людей по статусу как-то не очень принято. Если уж кого-то и выделять, думаю мы, так не за какой-то особый статус, а тем более уж не за статус, приобретенный таким оригинальным способом, как зачатие и роды, вот стал отцом или стал мамой. А за какие-то конкретные поступки и достижения, скажем, отца легче гораздо уважать, если он обеспечивал свою семью, любил жену и детей, уделял им время и так далее. И гораздо труднее уважать отца, конечно же, который бросил семью и не находил для детей достаточно времени и, в общем, был плохим отцом. Но наша культура как во многом, так и в этом противоречит принципам Царства Божьего. Царство Божье, несмотря на то, что все мы люди, созданные по образу и подобию Божьему, с одной стороны, и поэтому мы равны по ценности друг другу, мы, тем не менее, можем отличаться друг от друга по статусу своему. И в культурах, где власти и иерархии традиционно придаются большее значение, чем в культурах демократических, эти различия признаются до сих пор. Например, даже в русском языке есть такая поговорка, правда, она, наверное, уже выходит постепенно из употребления. «Каждый сверчок знай свой шесток». Но, возвращаясь к родителям, я бы хотел добавить, что Писание воспринимает их статус настолько серьезно, что в книге Левит, в главе 19 стихе 3, говорится вот как. «Бойтесь каждой матери своей и отца своего». Обратите внимание, что в книге «Исход» заповедь до нас среди 10 заповедей «Почитай отца твоего и мать твою». Но здесь другой глагол «Бойтесь, а не почитайте». Это тот же самый глагол, который, как мы с вами знаем, относится к Богу. Бога мы должны не просто почитать, в нашей жизни должен по отношению к Богу быть страх Божий. Это говорит о том, что родительский статус действительно является священным и требует соответствующего особого отношения к себе. Но в чем это отношение должно проявляться, если, конечно, оно есть в нашем сердце? По-моему, прежде всего, почтение к родителям должно проявляться в особом внимании к их словам. Все священное требует к себе особого внимания. И точно так же, как основная еврейская молитва начинается со слова «шма», то есть «слушай», «слушай, Израиль», так и главное проявление нашего почтения к нашим родителям должно быть в том, что мы внимательны к тому, что они нам говорят, что мы внимательно слушаем их. В книге притч Соломоновых «Призыв слушать и хранить родительские наставления» повторяется многократно. И причем в 23 главе сказано вот как. «Слушайся отца твоего, двоеточие, он родил тебя, и не пренебрегай матери твоей, когда она и состарится». Другими словами, послушание родителям – это заповедь не только детям малым, но и детям большим, то есть взрослым людям, родителям которых еще живы. То есть притчи предостерегают в этом стихе конкретно, у нас есть предостережение от пренебрежения пожилыми родителями. Почему Господь Бог нам с вами говорит таким образом, специально предостерегает нас от такого неправильного поведения? Потому что старые пожилые родители обычно у кого? У того, кто сам сейчас в расцвете сил, кто чувствует себя уже уверенно, потому что имеет собственный уже какой-то жизненный опыт, может быть даже богатый, уже может сам кого угодно, чему угодно научить, может быть даже учить уже. И в присутствии дряхлого старика и дряхлой старухи, которые уже и забывать-то начали многие вещи, до того же ничего не понимают в последних технологических новшествах, там тыкаются с телефоном, не могут разобраться, куда откнуться. Нам очень легко задрать нос в присутствии такого человека. И в конце концов, ну вы когда-нибудь видели на обложке глянцевого журнала дряхлого старика или дряхлую старуху? Ну разве что National Geographic там поместит какую-нибудь африканскую бабушку из экзотического племени. А вообще, в принципе, мир поклоняется молодости. Но между тем, говорят нам притчи, эти дряхлые старик и старуха родили тебя. И это, по мнению автора притчи и по мнению Господа Бога, очевидно, достаточная причина для того, чтобы слушаться их. То есть, во всяком случае, слушать. И кто-нибудь, конечно, на это может возродить. Ну что с того, подумаешь, родили. Великое дело. Родить может кто угодно. Дело нехитро. Дело-то в том, что способность благословлять нас с вами Бог дает в первую очередь тем людям, через кого мы получили саму жизнь. То есть нашим родителям. В родительском благословении есть огромная сила. И это благословение приходит в нашу жизнь во многом через их речь. То есть через их слова, через их наставления и советы, и через наше внимание к этой речи. На это, конечно, опять-таки можно возразить. Но все-таки родители мои неверующие. Что они могут мне сказать? Или, например, они уже такие старые, что заговариваются. Писание ведь не призывает нас к безоговорочному послушанию или повиновению кому бы то ни было. Я не говорю об этом. Конечно же, мы должны безоговорочно слушаться самого Господа Бога. Но я не имею в виду, что Писание где-то нас призывает безоговорочно слушаться родителей или наших духовных наставников. Я совсем не верю в это и не имею этого в виду и не говорю об этом. Я говорю о том, что родительский статус, данный Богом, сопровождается уникальной способностью говорить детям слова жизни. И вот эта способность может проявляться до тех пор, пока родители живы. Потому что до тех пор, пока они живы, а наши родители, у них есть этот статус. И есть, соответственно, эта способность, которая сопряжена с родительством. И она может проявляться самым неожиданным образом. Я приведу вам два примера из жизни моих близких друзей. В прошлом году один мой друг, я назову его Андреем, приезжал на несколько дней в Израиль, чтобы побыть здесь в уединении и искать Господа. Он стоял перед одним довольно серьезным жизненным выбором. Ясно понимал, что ему нужно узнать в этой ситуации волю Божью. Что он не может просто пораскинуть мозгами и поступить так, как сочтет разумным, что ему нужно действительно получить водительство Божье. В общем, с этой целью он взял на несколько дней отпуск. Приехал сюда, в Израиль, и снял себе номер в одной небольшой гостинице в старом городе, Иерусалима. При гостинице есть кафетерий, и Андрей как-то зашел туда выпить чашку кофе. Каково же было его удивление, когда через пять минут в этот же самый кафетерий зашел его бывший духовный лидер. Тот самый, который за год до этого ушел в католичество. Андрей пригласил его, конечно же, сесть за столик к себе. Залезалась беседа, в ходе которой мой друг получил ответ на свою молитву. То есть Бог проговорил к нему через этого новоиспеченного католика. В чем мораль всей истории? Я подчеркиваю, это не басня. Это правдивая история, вымышленная в ней только имя моего друга. Мораль, на мой взгляд, в том, что переход в католичество совершенно не лишил этого человека статуса духовного отца Андрея. Мой друг получил огромное благословение в той самой беседе за чашкой кофе. Через того самого человека, который многие годы был его духовным лидером. Несмотря на то, что внешне полностью изменился, конечно, с переходом этого человека в католичество. Другая история из жизни еще одного моего израильского уже друга, мессианского верующего Юрия. Пару лет тому назад он с женой и детьми ездил за границу повидать своих родителей. Они жили у них несколько дней. И однажды его родители слышали, как Юра разговаривал со своим сыном-подростком без должного терпения и понимания. Он, конечно, потом попросил у сына прощения. Сын у него, и инцидент, в принципе, был исчерпан. Однако папа Юры в тот вечер сказал ему, зайди, пожалуйста, ко мне в комнату. И Юра подумал, предстоит головомойка. Но деваться некуда. Я заслужил. Ну что ж, потерпим, сказал он себе. Почему потерпим? Потому что он знал своего папу достаточно хорошо. Папа, во-первых, человек неверующий, во-вторых, довольно резкий. И если уж Юра пошел в своего папу, то чисто по-человечески терпеливым отцом ему быть не в кого. Каково же было Юрина удивление, когда его отец говорил с ним, во-первых, совершенно спокойно, а во-вторых, с такой любовью и мудростью, что Юрина жена, которая была в соседней комнате и слышала весь этот разговор, была в полном шоке. Потому что это была речь не вспыльчивого и обычно острого на язык Юриного папы, а первоклассного семейного психолога. Точнее, это была не речь, а отеческое слово. Удивление оно вызвало у них обоих, потому что ни Юра своего папу, ни жена его своего свекра с этой стороны совершенно не знали. Что же это было? У меня есть только одно объяснение. Это было родительское благословение, то есть благое слово от Бога, которое дается детям через родителей. И иногда, как в этом случае, оно дается взрослым уже детям через неверующих родителей. Подведем итог. Когда в наших отношениях с нашими родителями физическими или духовными возникает кризис доверия, очень важно помнить, что почтение к родителям – это заповедь, которую никто не отменял, и что это почтение не за их слова и не за их поступки, это почтение за их родительский статус. Это как заповедь настолько же абсолютно, как ревность супругу, говорится в горе и в радости, в богатстве и в бедности. И одно из важнейших проявлений этого почтения – это наша готовность услышать голос Божий в словах наших родителей. Они призваны быть рупором Божьим для нас, как никто другой. И это призвание и способность могут быть активированы в них Богом в любой момент, когда сам Господь Бог этого пожелает. И поэтому, если мы хотим слышать голос Господа, давайте будем внимательны к тому, что они говорят нам. Это первое, что я хотел бы сказать о практической стороне – почитание нами, наших родителей, но не последнее. Мы продолжим этот разговор через неделю. Спасибо. Шалом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова